Дорогие друзья, братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Дети, кто бы из вас хотел, чтобы о нем написали книгу? Я рад, что вы скромно думаете о себе. Я просто забыл, что вы у нас духовные, учите стихи золотые, рассказываете, и вам нет времени о тщеславии. Это хорошо. Если бы этот вопрос мы задали взрослым, например, кто бы хотел, чтобы его имя упомянули в главе благодарности в книге под названием «Эффективная проповедь в Большой Церкви» под авторством, например, Водислава Алексеевича. Позвольте скромно поднять свою руку. Думаю, никто бы не отказался от такой возможности. Но каким нужно быть человеком, чтобы заслужить это? Чуть меньше двух тысяч лет назад один христианин, находясь в тюрьме, написал письмо церкви, в котором он упомянул одного брата. Но сделал он это не просто так. Что-то особенное было в этом человеке. Он заслуживал большого доверия и был примером для других христиан. Его можно было даже поставить как пример для подтверждения целого учения. И этого человека звали Тимофей. Дети, вы думали, что быстро я вас оставлю? Давайте, смотрите. У меня был план такой. Если дети будут хорошо слушать, то я вам не дам задание. Но я решил вам задание дать. Смотрите, у меня в проповеди будет три пункта. О человеке, которого упомянули в книге. И с помощью шести слов вы сможете пересказать кратко проповедь. И кто сможет это сделать, кто запомнит эти шесть слов, вы можете подойти ко мне после собрания и рассказать. Ну а что будет дальше, вы узнаете. Хорошо? Если я забуду, то вы мне напомните. Будет три пункта и шесть слов. Я постараюсь вам их напоминать. Итак, этого человека звали Тимофей. В послании филиппийцам во второй главе Павел сказал о нем так. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Более того, мы видим, что в этом послании Тимофей служит примером всего того, к чему Павел призывает. В начале второй главы и во всем послании он просил филиппийцев быть как Христос. Он просил их поднять свой взор на крест и отказываться от своего ради других. Он просил их мыслить и поступать как Иисус. И как всегда в своих посланиях Павел подкрепляет свой призыв примером. Он говорит, что это возможно, быть как Христос. Это не просто то, о чем христианин может мечтать или думать. Это то, что реально может быть в его жизни. Быть как Иисус – это то, как жил Тимофей. Тимофей был как Иисус. Но как это проявлялось в его жизни? Из чего мы можем сделать такое заключение? Апостол Павел выделил несколько положений из жизни этого брата, к которым я предлагаю нам обратиться. Каждый из них заслуживает нашего отдельного внимания. Итак, почему Тимофей был как Иисус? Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 19 по 23 стихи. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я, не имея никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Дети, первое слово. Смотрите, 20 стих. Павел говорит, что Тимофей служил искренне. Первое положение жизни Тимофея. Тимофей служил искренне. Первое слово «искренно». Запомнили? «Искренне» Тимофей. Это первое. Тимофей служил искренне, то есть подлинно, чистосердечно, по-настоящему. У него не было корыстных намерений. И Павел говорит, что в этом не было равноусердного. Скорее всего, он имел в виду, что в данный момент в его окружении, среди его помощников Тимофей выделялся больше всех. Никто не мог сравниться с ним в его рвении, помогать этой церкви, церкви в Филиппах. И все это было искренне. Тимофей не делал это для того, чтобы его прославляли, чтобы им восхищались. Он чистосердечно был готов служить этой церкви. Стоит сказать, что во времена ранних церквей проблема уже учителей стояла довольно остро. Христиане даже вырабатывали такие критерии или помощники, которые должны были определить таких людей. Ведь они приходили под благим видом, как проповедники, но искали свои выгоды. Это могла быть материальная выгода или просто реализация собственных амбиций, желания власти. И вот христиане решили так. Если этот проповедник остается в вашем доме больше двух дней и планирует жить дальше, то надо уже насторожиться. Возможно, он пришел для своих целей. Эта проблема стояла очень остро, но Тимофей служил церкви искренно. Он действительно заботился о духовном состоянии этих христиан, этой церкви. Он переживал о них. И Павел был уверен в этом. Это немаловажная деталь. Дело в том, что апостол Павел очень любил эту церковь. И послание к филиппинцам является одной из его таких близких, открытых посланий. Он пишет ее как своим друзьям, близким друзьям. И в первом главе, в седьмом стихе, он даже писал так. «Я имею вас в сердце, в узах моих». То есть вся моя жизнь, все мои мысли, они привязаны к вам. А дальше, в восьмом стихе, он пишет так. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Здесь Павел как бы дает клятву и призывает вас свидетелей Бога. И говорит, «Я люблю вас». Апостол Павел очень сильно любил эту церковь. И он был готов доверить служение в ней Тимофею. Он был готов отправить его туда, потому что знал, Тимофей искренне будет заботиться о верующих. Он это делает чистосердечно. К сожалению, проблема искренности довольно часто встречается в христианском служении. Человек может делать доброе дело, но намерение его совсем не доброе. Мы можем искать каких-то своих целей, достигать своих желаний. И что вызывает еще большее переживание, это то, что мы часто это не замечаем. Мы не видим этого. Я помню, как в возрасте примерно 15 лет у меня возникла такая мечта петь тенором. А сейчас я не так пою. Я молился об этом не меньше двух лет, два раза в день точно. Я никогда не пропускал эту молитву. Я даже в обиходе стал говорить более высоким голосом, специально над чем очень сильно подсмеивалась моя сестра. Я читал книги по пению и ждал, когда наконец мой голос сломается, и я стану тенором. Я мечтал, как будто петь самые высокие партии. Вот еще ноту выше взял, думал я, подходя к домашнему фортепиано. Кто бы мне тогда сказал, что оно было расстроено на полтона вниз. И когда я брал ми, это было на самом деле ре диез. И когда я доставал фа, это было ми. Ужасное разочарование. Ну кто бы мог подумать со стороны. Люди думали, что я просто искренне хочу служить Богу, прославлять Бога голосом. Почему бы нет? Прекрасное желание. Знал бы кто-нибудь, что происходило в этот момент в моем сердце. Я когда это вспоминаю, то думаю, что, наверное, молния должна была поразить меня за такую искренность. Но это не было заметно. Я думал, еще чуть-чуть возьму эту ноту и спою эту песню. Но слава Богу, что он не дал мне взять эту ноту. Но сколько более серьезных проблем может быть в нашей жизни, в нашем служении из-за отсутствия искренности? Но у Тимофея было не так. Тимофей чистосердечно и искренне заботился о христианах. Но почему это было возможно? Ответ на этот вопрос заключается в следующем стихе. Об этом мы скажем позже. Но из общего контекста послания видно, что Тимофей так жил, потому что был, как Иисус. Он подражал Христу. И поэтому он мог так думать. Ведь Христос, когда шел на смерть, он не искал своего. Он искренне переживал о грешниках, о больных, о хромых. Он пришел ради них, ради нас. Собершая чудеса, он не искал своего. Он искал исполнить волю Отца. Он уничижил, смирил себя. У него были только чистые и подлинные мотивы. И так жил Тимофей, потому что был, как Иисус. И так Тимофей имел искреннюю заботу. Дети запомнили? Искренний Тимофей. Это первое. Итак, как стало это возможным? В чем был секрет таких намерений чистосердечных Тимофея? В следующем стихе мы прочитали. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Следующее качество, которое выделяет апостол Павел, Тимофей не искал своего. И в этом заключался секрет его искренней заботы. Тимофей стремился угождать Христу. Он не искал своего. Он отбрасывал свои личные интересы. Он жертвовал своим комфортом. Если мы думаем, что служить апостолу Павлу было очень комфортно и престижно, далеко не так, и об этом чуть позже я еще скажу. Да и Тимофею это было неинтересно. Он искал не своего счастья. Он искал радости других. Апостол Павел написал это послание с целью поблагодарить филиппийцев за ту материальную помощь, которую они ему оказали. Но параллельно он хотел решить проблемы, которые возникли в этой церкви. И основной из них была проблема единства. И на протяжении всего послания Павел показывает несколько примеров, на которые стоило обратить внимание филиппийцам. Он показывает пример Христа. Он показывает свой пример и пример Тимофея. То есть, смотря на этого брата, верующие должны были увидеть то, что помогло бы решить им эту проблему. А возможно, кого-то смущает, что мы очень много говорим о человеке, и просто о человеке, но это тот пример, который для нас оставил апостол Павел, и который помогает нам понять, быть как Христос – это возможно и очень благословенно в жизни христианина. Смотря на Тимофея, верующие видели, он угождал не себе. В книге под названием «Основы для верующих» Дональд Карсон, который раскрывает это послание полностью, он рассказывает один из примеров, когда он был еще студентом, он жил в общежитии в комнате, и он решил устраивать вечера по изучению, такой кружок по изучению Евангелия. Он приглашал своих неверующих сокурсников для того, чтобы вместе изучать Слово Божие. Поначалу туда приходило немного людей, затем и стало больше, и через время он понял, что себя уже исчерпал. Тогда он вспомнил, что в университете еще учился уже аспирант, более опытный христианин, которого звали Дэйв. И очень часто молодые боговестники приводили к нему своих знакомых, чтобы он объяснял им начатки учения, основы христианства. И вот он привел своих двух неверующих знакомых с первым скептиком. Дэйв справился довольно быстро. Это не относится к нашей теме. Второй же студент сказал ему следующее. «Я из семьи, которую вы бы назвали не совсем христианской. Мы не верим точно так, как вы, но у нас хорошая, счастливая семья. Родители любили и воспитывали нас, показывали хороший пример и учили нас быть вежливыми, честными и трудолюбивыми. И я не вижу, чтобы вы, считающие себя христианами, были в чем-то лучше, кроме огромной массы абстрактного богословия, что у вас есть такого, чего нет у нас?» В этот раз я задержал дыхание, чтобы увидеть, что скажет Дэйв. Он вновь пристально посмотрел на своего собеседника и просто ответил. «Понаблюдай за мной». Студент, которого звали Рик, сказал что-то наподобие «извини, не понял». Дэйв пояснил. «Понаблюдай за мной. Приходи и поживи со мной месяц, если хочешь, будь моим гостем. Смотри, что я делаю, когда просыпаюсь, что делаю, когда я один, как я работаю, как провожу время, как общаюсь с людьми и какие у меня ценности. Ходи со мною, куда бы я ни шел. И в конце месяца увидишь, есть ли какая-нибудь разница». Очень смелое приглашение. Этот студент не воспользовался им, но через время он сблизился с Дэйвом и стал хорошим христианином, стал служить Богу. Но если бы он пришел, что он должен был увидеть в этой комнате? Довольно смелый шаг. Не думаю, что я бы смог так смело позвать на место к себе гостя, чтобы своей жизнью в каждой минуте показывать основы христианства. Этот гость должен был увидеть человека, который был как Иисус. Только в этом случае можно было так смело позвать его для такого благовестия, чтобы приглашенный студент увидел, хозяин этой комнаты угождает не себе, но Христу. И Тимофей именно так жил. Он не искал своего, но того, что было угодно Христу. Но что это означает? Что значит того, что угодно Христу? Апостол Павел говорит о том, об этом дальше, в следующем тексте. Он говорит так. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а Его верность вам известна, потому что Он, как Сын Отцу, служил мне в благовествовании». Угождать Христу для Тимофея – это означало служить апостолу Павлу в благовествовании, и он выбрал именно это. Так или иначе, это было то, что шло вразрез с его интересами, но Он выбрал именно это, потому что был, как Иисус. Он смотрел на крест и видел, как Христос шел и страдал, чтобы исполнить не свою волю, но волю Отца. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя, да будет!» Луки, 22 глава, 42 стих. Мы уже слышали значение текста, 6 стих, 2 глава. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, Христос не держался за то равенство, которое у Него было, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба. Он искал воли Отца. Не Моя, но Твоя воля, да будет!» И так жил Тимофей. Но говоря это, мы понимаем, что, к сожалению, не так просто нам перестать искать своего. К сожалению, это так. Тем более в наше время, когда все вокруг пропитано культом личности, когда везде проповедуется здоровый эгоизм. Это очень непросто. Мой хороший друг поделился со мной историей, которая очень точно иллюстрирует это состояние людей. Она рассказывает, как однажды хороший благословенный проповедник говорил слово, и после служения к нему подошла очень взволнованная девушка, которая считала себя верующей. «Почему же вы не покоритесь Господу всецело?» спросил ее проповедник. «Я боюсь, что если я это исполню, то мне придется сделать два дела. В нашем сердце живет страх оставить свое». Так было и у этой девушки. «Какие же это два дела? Во-первых, я играю на рояле в одном концертном зале и боюсь, что мне тогда придется оставить эту игру», объяснила девушка. «А второе дело», — спросил проповедник, «я боюсь, что Господь пожелает отправить меня миссионеркой куда-нибудь к язычникам». Проповедник поступил довольно мудро с этой девушкой. Он открыл ей Евангелие, Деяние апостолов, 10 главу, 14 стих. Это текст, в котором апостол Петр говорит «нет Господи», в то время, когда опустилась чаша с нечистыми животными. Он сказал «нет Господи». Проповедник объяснил этой девушке, что эти слова несовместимы в жизни христианина. И он предложил ей следующее. «Я предлагаю вам вычеркнуть первое слово «нет» и сохранить второе «Господи». Или же наоборот, вычеркнуть слово «Господи» и сохранить слово «нет». И, вручив девушке карандаш, он оставил ее одну. В течение целых двух часов она переживала страшную борьбу. Когда проповедник вернулся, нагнувшись через плечо девушки, он увидел залитую слезами страницу деяния апостолов. Но зато слово «нет» было вычеркнуто. С просветлевшим лицом она оставила помещение собрания и вернулась домой, непрестанно повторяя только одно оставленное ею слово «Господи». Она больше не хотела диктовать Господу своей воли. Теперь она стала его ученицей, а он ее Господом и Учителем. Отныне ее сердце заняли другие слова. «Господи, что повелишь мне делать?» Насколько была бы проще наша жизнь, жизнь в церкви, наше служение, если бы мы так просто отказывались от своего? И как же для нас это трудно? Ну и из слов апостола Павла мы видим, что Тимофей смог это сделать. Он смог отвергнуть себя, взять крест и угождать Христу. Теперь он угождал не себе. Это второе качество, которое оставил для нас апостол Павел. Дети, вы запомнили? Это звучит как угождал Христу. Вторые два слова «угождал Христу». Это второй пункт был. Итак, Тимофей не искал своего. Третья характеристика Тимофея, которую для нас оставил апостол Павел, во второй главе мы уже прочитали в 22 стихе. «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Итак, третья характеристика Тимофея. Тимофей служил для распространения Евангелия. В то время, как другие искали своего и угождали себе, Тимофей верно служил Павлу в деле Евангелия. И филиппийцы, читая это послание, нисколько в этом не стали бы сомневаться, а не знали, какую верность Тимофей проявил в этом служении. Первое упоминание о нем мы находим в Диане апостола в 16 главе. Он стал служить апостолу Павлу, и далее мы не встречаем каких-то событий или моментов, когда он обольстился нынешним веком, как это сделали другие, или обольстившись миром, оставил служение, проявил неверность. Нет. Он, будучи духовным сыном апостола Павла, проявлял верность в этом служении и искренне служил ему, как отцу. Они оба сообща служили для Господа, для дела Евангелия. Тимофей поставил распространение Евангелия в центр своей жизни, в центр своих стремлений. Это было то, о чем он думал в первую очередь распространять Евангелие. Но в наш бурный век мы всегда к чему-то стремимся, мы заняты, даже страшно заняты. Наш разум устремлен, всегда вперед мы стремимся чего-то достичь, достичь успеха. И не всегда это то, чем нам нужно пренебрегать, но вопрос в том, захватит ли наше стремление нас настолько, что главное стремление жизни христианина останется лишь на задворках или совсем уйдет из нашей жизни. Но Тимофей ставил в центр своей жизни распространение Евангелия. Читая Тимофея, я понимаю, что я просыпаюсь не с такими мыслями, какие были у Тимофея, и днем мной руководит не распространение Евангелия. Но Тимофей так жил, а значит, и мы можем, смотря на Христа, поступать так же. Карсон по этому вопросу читал так, писал так точнее. Я вспоминаю одного христианина, который на вопрос о работе, чем ты занимаешься, всегда отвечал. Я христианин. Да, но я не спрашиваю, какая твоя религия. Я спросил, чем ты занимаешься. Я христианин. Ты имеешь в виду, что работаешь как служитель? Нет, я не работаю служителем, но я являюсь христианином все время. Ну кто ты по профессии? А, по профессии? Ну я все время христианин, а на жизнь зарабатываю себе расфасовкой свинины. Безусловно, любая работа и любой труд в нашей жизни должны служить для прославления Бога. Но есть вещи в нашей жизни, которые имеют большее значение для Евангелия, которые имеют прямое значение для вечности. И Тимофей знал, что это было, и он выбрал распространять благую весть. Это благовестие. Стоит сказать о том, что служить апостолу Павлу в этом деле было далеко непросто. Это не было выгодным и высоким постом. Тимофей, это всегда сопровождалось опасностями и трудностями. Тимофей никогда не знал, когда апостол Павел сразу заявит о своем гражданстве римском, а когда только после избиения. Тимофей не знал, когда слова апостола Павла произведут покаяние множество, а когда это множество возьмет в руки палки и камни и пойдет на вас. Это было не то служение, где можно было поживиться славой. Но Тимофею это было и не нужно, потому что он служил для Бога. Также были церкви, которые не принимали Павла, а теперь он вообще находится в заключении. Стоит сказать о том, что были люди, которые считали, что заключение апостола Павла нанесло вред делу Евангелия, и они открыто об этом говорили. Послание филиппистам в первой главе Павел в 16 стихе это писал. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих». Эти люди хотели поднять авторитет своего служения и опустить служение апостола Павла. Павел мог быть и в нужде. Сегодня нам скажут, что нужно найти такого наставника, который будет сказочно богат и сказочно велик, чтобы нам, смотря на него, также обзавестись славой через некоторое время. Апостол Павел, наверное, не подходил бы под эту характеристику. Он не был таким. Но Тимофей сделал свой выбор. Он поставил в центр своих стремлений, в центр своей жизни распространение Евангелия. И у него это вновь получилось. Но не потому, что он был хорошим христианином, и его так воспитали, но потому, что он был, как Иисус. Ведь Сын Божий, когда шел на крест, он думал о том, что через время множество грешников узнают о том, какая цена за них была заплачена, как они скоро узнают, что могут получить прощение и спасение даром, по вере. Эта мысль была в центре служения Христа. Эта мысль была в центре его миссии. И Тимофей подражал в этом Христу. Третья характеристика Тимофея. Тимофей служил для распространения Евангелия. Дети, последние два слова служил Евангелию. Давайте с вами повторим. Искренний Тимофей угождал Христу, служил Евангелию. Шесть слов. Запомнили? Хорошо. Дорогие друзья, таким образом, в этом тексте апостол Павел показал филиппийцам, что жить, как Христос, это возможно. А значит, и они, укрепившись этим примером, могут решить возникшие у них проблемы. Подняв свой взор на крест, они смогут это сделать. А иллюстрацией жизни в подражании Христу был Тимофей, который, во-первых, искренне служил для верующих, который не искал своего, и который служил для распространения Евангелия. Ведь он был, как Иисус. Да поможет нам Бог подражать тем, кто смотрит на Христа. Да поможет нам Бог быть, как Иисус. Аминь.